Именно они формируют взаимодействие для данной двухмерной таблицы. Таким образом, на этом примере мы видим, что хотя результаты похожие в случае работы с исходной таблицей и в случае работы с таблицей минус одно измерение, измерение z, мы убрали это измерение, результаты похожие, однако более корректным является представление именно такое, поскольку охватывает взаимодействие целиком, а не ограничивается лишним z. Что мы еще здесь видим? Мы видим, что в силу того, что вот эти серые области, они не охватываются своими микроэффектами при таком дизайне, возникает отклонение ожидаемых частот от наблюдаемых. В интересующих нас профилях отклонения нет, но по многим другим профилям отклонения есть, хоть оно и не принципиально большое, за исключением вот этих, где превышает двойку, превышает 1.96 по модулю. Это стандартизованный остаток. Для этой же таблицы никаких отклонений нет, потому что здесь фактически мы видим насыщенную модель. Двухмерная таблица и все возможные эффекты для двухмерной таблицы здесь представлены в дизайне модели. Тот же самый результат мы увидим, если посмотрим на двухмерный эффект y на z. Вот такие сочетания были ожидаемы, вот такие сочетания действительно оказались значимы, но то же самое. Здесь огромная область таблицы, оказывается, не имеющая своих микроэффектов. На счет того, что здесь везде идет привязка к x3. Везде x3, то есть x1 и x2 здесь не рассматриваются, но идет привязка к x3. Если же мы перейдем снова к двухмерной таблице, мы получим более корректный результат. Хотя содержатель в данном случае он такой же. Можно посмотреть и на еще один двухмерный эффект, который выявил Model Selection. Это x на z. Здесь тоже наблюдается сходство значимых микроэффектов. Однако здесь взаимодействие отрицательное. Мы сразу можем обратиться к двухмерной таблице. Продолжение следует...